Дорогие друзья, а вы хотите познакомиться с необычными животными Австралии? Узнать, почему каллы и вамбаты похожи друг на друга? Повстречать кенгуру, утконоса и других экзотических зверей? Каковинка предлагает мальчикам и девочкам, а также их родителям, послушать увлекательную сказку Ирины Зартайской «Малыш Каала находит друзей». Внимательно слушайте эту удивительную историю, рассматривайте красочные картинки Геты Белоголовской и запоминайте интересные факты из жизни австралийских животных. Однажды в далёком эвкалиптовом лесу родился малыш Каала. Было самое начало весны, и солнце то и дело проглядывало сквозь ветви, чтобы полюбоваться на малыша. Такой малыш Каала был хорошенький. Каалы – очаровательные маленькие животные. Они похожи на медвежат, но на самом деле Каалы с медведями не родственники. Живут Каалы на высоких, пахучих деревьях. Такие деревья называются эвкалиптовыми. Целый год малыш Каала провёл в сумке на животе у мамы и, наконец, подрос настолько, что мог выходить гулять самостоятельно. Да вот только ему этого совсем не хотелось. Другие малыши резвились и играли друг с другом на полянке. А наш малыш Каала все дни проводил дома, на ветке. У Каал на животе есть сумочка, в которой они носят малышей, пока те не окрепнут. В этой сумке малыш подрастает и набирается сил. Удивительный серебристый мех Каалы почти не намокает во время дождей, а в жаркие дни защищает от палящего солнца. «Ты бы сходил, поиграл со зверятами!» – уговаривала сына мама Каала. Но каждый раз получала один и тот же ответ. «Нет!» – говорил он и прятался в листве. Такой малыш Каала был стеснительный. Как-то раз, когда папы Каалы не было дома, мама Каала принялась готовить эвкалиптовый пудинг и вдруг обнаружила, что у нее почти закончился сахар. «Ты не мог бы попросить немного у дядюшки Вомбата?» – спросила она малыша Каалу. Малыш Каала очень хотел помочь маме, поэтому он вздохнул и принялся аккуратно спускаться вниз по стволу, к самым корням. Каалы и Вомбаты похожи друг на друга, потому что они – родственники. Вот только живут Вомбаты не на деревьях, а под землей. Они роют глубокие норы. Тук-тук! «Здравствуйте, дядюшка!» – поздоровался малыш Каала. «Мама просит вас одолжить ей немного сахара для эвкалиптового пудинга». Такой малыш Каала был вежливый. Но оказалось, что дядюшка Вомбат только что высыпал последнюю ложку сахара в свой зеленый чай. «Попробуй спросить у тетушки кенгуру», – сказал он, увидев, как малыш Каала расстроился. «Мой сынок тебя проводит». И не успел малыш Каала возразить, как рядом с ним появился крошка Вомбат. «Привет!» – сказал он. «Пойдем за мной!» Малыш Каала послушно последовал за ним. Вместе они ловко перелезли через корни деревьев и совсем скоро оказались рядом с местом, где жила большая семья кенгуру. «Я ведь их совсем не знаю!» – забеспокоился малыш Каала. «Как же мне попросить у них сахар?» Такой малыш Каала был застенчивый. Но крошка Вомбат поспешил его успокоить. «Не волнуйся!» – сказал он. «Мы с кенгуренком друзья, и я хорошо знаю его родителей. Я помогу тебе!» Однако, увы, у них тоже не оказалось сахара. Тогда мама кенгуру посоветовала малышам спросить у дядюшки утконоса, а кенгуренок отправился с ними за компанию. Кенгуру – необычные животные. У них очень сильные лапы, и они могут очень далеко и высоко прыгать. А вот прыгнуть назад они не могут. Малыши кенгуру рождаются совсем крошечными и долго живут в сумке у мамы. Малыш Каала еще никогда не отходил так далеко от родного эвкалиптового дерева без родителей. «Не бойся, это совсем рядом!» – успокаивал его крошка Вомбат. А кенгуренок добавил. «Мы же с тобой!» Но малыш Каала все равно волновался, и очень обрадовался, когда увидел берег реки, где жили утконосы. Такой малыш Каала был пугливый. Дядюшка-утконос как раз учил своих детей плавать, а они так весело стучали хвостами по воде, что утконосу пришлось сильно напрячь слух, чтобы расслышать просьбу крошки Вомбата и кенгуренка. «Передавай привет маме!» – улыбнулся дядюшка-утконос, протягивая смущенному малышу Каале мешочек с сахаром. «Спасибо!» – сказал тот и благодарно улыбнулся. «Глядя на утконоса, сразу не поймешь, зверь это, птица или рыба. А все потому, что у утконоса есть клюв, как у утки, мягкая и красивая шерстка, как у медведя, большой хвост, как у бобра. А еще утконосы отлично плавают». Как же удивилась мама Каала, когда, посмотрев вниз, увидела на полянке своего сына в окружении других малышей. Детеныши-утконосы хлопали хвостами, кенгуренок прыгал вокруг, крошка-вомбат перекатывался сбоку-набок, а малыш Каала заливисто смеялся. Такой малыш Каала был веселый. «Все эти необычные животные живут в далекой стране, которая называется Австралия. Ты не встретишь их на улицах своего города или в родном лесу. Именно поэтому они называются экзотическими». «Мама, я принес тебе сахар!» сообщил малыш Каала, когда, наконец, забрался наверх и рассказал о том, где побывал и с кем познакомился. «Я тобой очень горжусь!» сказала мама Каала и обняла сына крепко-крепко. А потом предложила устроить пикник для его новых друзей. Малышу Каале очень понравилась эта идея, и он помог маме приготовить угощение, чтобы каждому хватило. Такой малыш Каала был заботливый друг. Друзья, а сейчас узнаем несколько интересных фактов. Знаете ли вы, что Каалы очень редко и мало пьют? Всю воду они получают из листьев эвкалипта. На ногах у Каал по пять пальцев, но когти есть только на четырех из них. Когти нужны Каалам, чтобы лазить по деревьям. Для большинства животных эвкалиптовые листья ядовиты, поэтому они их не едят. А вот Каалы давно приспособились к такой еде. А сейчас немного поиграем. Найдите на картинке двух одинаковых Каал. Правильный ответ. Найдите правильную тень Каалы. Правильный ответ. Ребята, если вам понравилась история про малыша Каалу и вы хотите узнать как можно больше фактов об этих удивительных животных, тогда спешите за книгами в детскую библиотеку имени Евгения Каковина. С нетерпением ждем встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова